А, начинаем запись, говорят. Добрый день, друзья! Сегодня у нас замечательный гость, новая рубрика «Гости цельнозоры», и у нас ведущий и автор канала, не буду говорить название, оно хулиганское, в общем-то, первый антирелигиозный атеистический канал, назовем его так. Женя, привет! Приветствую, Илья. Да, ну, я, извините, немножко поправлю, все-таки он не атеистический, я себя к атеистам как бы не причисляю, потому что, ну, атеизм – это, по мне, все-таки форма религии тоже некая. Да, он действительно антирелигиозный. Отрицание религии тоже религии. Да, 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 да. Он антирелигиозный, да, потому что, ну, я думаю, что никто из нас не имеет права, ну, точнее, не обладает возможностями обосновать наличие или отсутствие то, что там называют богом там или там высшим разумом, ну, везде по-разному, да, поэтому я предпочитаю отрицать просто религию как таковую, потому что ничего в ней не вижу оппозитивного с точки зрения вообще развития человечества, влияния на человечество и, ну, короче, ничего позитивного не вижу ни от слова совсем. Аналогично, потому что я знаю с точки зрения реальной истории, когда все это началось, кем это было создано, когда было создано, для чего и всю подноготную, о чем я неоднократно на своем канале говорил. Я очень рад, что ты, Женя, разделяешь понятие бога, как его, неважно, как назвать там, как ты говоришь, высший разум, кон и прочее, творец и религии. Скажи, а вот что тебя вообще подвигло-то начать вот эту деятельность по антирелигиозной, скажем так, с чего все началось-то? Ну, началось, я быстрее скажу тебе, с чего все закончилось, как бы мои религиозные взгляды, ну, я, во-первых, как бы родился в обычной советской семье, да, все мы из СССР, вот, ну, мои родители, да, отец у меня умер, мама, слава богу, жива, ну, придерживаются там неких христианских взглядов, да, но не фанатично, ну, как бы, ну, главное, что не навязываются. Да, вот, покрестили меня там в детстве, ну, я когда-то придерживался все-таки там какой-то христианской догматики и так далее, да, вот, ну, так получилось, что я стал путешественником, вот, побывал, ну, в сорока там плюс-минус странах, посмотрел вообще все, что происходит в этом направлении, и понял, что ничего, кроме горя, страдания и обмана религия не несет, не несет в себе, вот, и после, собственно говоря, возвращения из своего крайнего, большого приключения из кругосветки, я уже, то есть четко-четко осознал вот то, что нет в этом ничего хорошего, да, и, наверное, вот, ну, просто я сейчас по вынужденным обстоятельствам нахожусь на якоре, нахожусь в России, да, ну, международные обстоятельства всем известны, там, какие-то семейные обстоятельства, но я думаю, что это закончится скоро, вот, и, ну, наверное, это моя точка сопротивления стала новой точкой сопротивления, именно вот антирелигиозной, потому что я своими проектами путешественническими нес к идее, что абсолютно любой человек может достичь абсолютно любой своей цели, какой бы она ни была там, фантастической, эзотической, чтобы о ней не думал, то есть любой человек может достичь всего, чего он хочет, да, вот, но поскольку пока я, повторюсь, нахожусь на якоре, я открыл второй фронт борьбы, да, за какое-то благополучие, не хочу сказать человечество, я себя, ну, никак не арестоверяю, как вот там спаситель человечества, да, я всего лишь точка сопротивления на этом фронте, и слава богу, что не одна точка, и, судя по всему, нас постоянно становится только больше в тех или иных направлениях, вот, и, ну, собственно говоря, вот эта часть меня, антирелигиозная, да, вот я ее, как бы, продвигаю, стараюсь донести до людей всю глупость, мерзость религии, и то, что, ну, наверное, это одна из первых причин того, что именно не свобода людей, потому что я исповедую строго то, что зрение, что каждый из нас, абсолютно свободен, свободен просто по праву рождения на этой планете, вот, а если мы хотим жить в свободном обществе, мы не сможем жить в свободном обществе, пока мы не будем свободны сами, как личность, вот, и свободу начинается, да, да, само собой, ну, конечно, она начинается внутри себя, вот, так что, вот, собственно говоря, Я хотел бы назвать этот ролик Женя, который смог, и так же примерно ты называешь свой мотоцикл. Расскажи его историю. Мотоцикл, его зовут Витек, потому что это старенький 100 кубатурный мотоцикл, вьетнамский, некоторые даже его как бы и мотоциклом-то назвать не могут. Мопедик. Да, мопедик, но у него коробка передач, все по-взрослому. У него модель называется Honda Vin, и когда я его хотел именовать, я подумал, Вин – это победа, победа – это Виктория. Думаю, что же я верхом на женщине езжу. На победе. Да, да, да. Думаю, нет, думаю, надо как-то его по-мужски назвать. Думаю, Виктория – это как-то уж слишком фамильярно, прямо граф какой-то 100 кубатурный. Ну и поэтому я назвал его Витек, купил я его там в начале своих путешествий, еще купили его с моим другом по Вьетнаме. После этого, когда мы уже остались вдвоем с Витьком, буквально вот на старте нашего дуэта мы попали в ДТП. Серьезно, я очень сильно поломался, разорвался, это было уже в Таиланде. Ввиду отсутствия денег и всего остального меня выгнали из больницы, от переломанного, разорванного. И помощь мне могли оказать только русской комьюнити, которая была в полутора тысячах километрах от меня на тот момент. Витек странным образом не пострадал, только там у него поворотник разбился, ну и так по мелочи. В общем, ну как-то мы с Витьком опять нашли друг друга и отправились в это полуторатысячное путешествие, которое было как маленькая жизнь. Без медпомощи, да? Без медпомощи, я даже тебе больше могу сказать, что в крайний день до парома, где вот мы должны были с ним вступить до паром, мы доехали буквально километров пятьдесят до этого парома, начался очень сильный ливень. Я решил укрыться в джунглях, съехал с дороги в джунгли. У меня был темп с собой презентовый, я в него завернулся, чтобы дождь не кончался. У меня началась лихорадка, потому что уже за эти пять дней было очень много потери крови, сил, всего. У меня началась лихорадка, честно говоря, в ту ночь я понял, что я умираю. Потому что у меня уже агглюцинации пошли, и помочь было некому. Честно скажу, честно признаюсь, я уже смирился, что это конец. Просто у меня даже сил бороться тогда не было. Но как-то получилось, что все-таки это оказался не конец. Я очнулся через сутки в этих джунглях, завернутый в этот плед. Кое-как поднялся, и у меня была зашита голова. Как зашита? Она была скобами зашита. И скобы вылетели из головы. Я понял, что если я сейчас что-то не предприму, какие-то меры, то в Юго-Восточной Азии это такая большая проблема. Любая ранга начинает очень быстро гноиться. Важности и прочее. Да, там на руке если загноился, это еще полбеды. Когда у тебя череп гноится, то результат очевиден. Ну вот я вспомнил фильм Рэмбо, ощутил себя. Рэмбо взял иголку, нитку, поставил айфон как зеркало и сам тебя, короче, пришпинговал. Ну и в общем, в итоге мы добрались до желаемого острова Панган. Я прожил там больше года, мы с Витьком прожили. То есть мы починились, мы меня вылечили, его починили. После этого мы уехали в Камбоджу, во Вьетнам. И там во Вьетнаме я его оставил на хранение и улетел по делам в Россию. Вот, вернулся с России, опять его починил. И мы с ним добрались до Сингапура. Вот, а Сингапура, когда уже была взята крайняя точка мыс Пиаи, это самая южная точка юго-восточного континента, евразийского континента. Вот, мы решили отправиться в Москву. Вот, мы решили сделать невозможное, потому что никто не предполагал, что, во-первых, этот мотоцикл может доехать. Да и я, честно говоря, тоже сомневался. Вот, был там очень скудный бюджет. И был Китай, да, в Китае. И на тот момент, то есть, информации, как пересечь Китай… Очень закрытая, до сих пор закрытая страна, да. Не было вообще. Ну, то есть, я могу сказать, что, во всяком случае, ни в англоязычном, ни в русскоязычном интернете я не нашел никаких прецедентов, чтобы делал такое. И, наверное, да, я был первый, кто пересек Китай. Пусть это было нелегально, то есть, это были подделаны документы, это были подделаны номера. И если бы меня поймали, я бы сидел до сих пор бы. Наверное, бы вообще бы не всегда там сидел. Но все-таки удалось доехать до России. И сейчас мотоцикл встает в музее. Я специально вез в этот музей мотоцикл, потому что там основные посетители – это детки с особенностями здоровья. Вот. И этот мотоцикл, Витек, он для них, собственно говоря, как живой доказательство борьбы за невозможность. Потому что… Пример того, что возможно все, да. Да. То, что этим деткам это действительно нужно. Он полностью в доступе для них. Он их и друг. Слава Богу, меня в этой истории нету. Я слышал, я случайно попал в музей. Слышал, как рассказывали про него. В сторонке постоял, послушал. Ну, все, думайте. Ну, там часть тебя. Он часть тебя, ты часть его. Там твой дух, скажем так. Конечно. Я тебе, знаешь, даже скажу больше. Энергетика, да. Он ревнивец. Он очень ревнивец. Он к противоположному полу меня очень ревновал. Но могу тебе прямо точно сказать, если противоположный пол был не чист на руку, скажем так, Витя не заводился. То есть, почти всегда он стоял, да. И вот, понимаешь, я уже его использовал как тестер противоположного пола. То есть, говорю, да, поехали прокатиться. Она подходит, кнопка стартера, стартер не заводится. Я говорю, не, ладно. Не судьба. Да, да, да. Езжай с другим, вот. Ну, после этого путешествия была кругосветка по той же самой идее, что любой человек может достичь всего, чего хочет. Кругосветка была со стартовым бюджетом 160 долларов. Я знаю, свои путешествия бюджета там плюс-минус 500 баксов, даже 1000. На 15 дней, на 10 дней у тебя. Да, это был такой прыжок в никуда, можно сказать. Да, да. Которому я безумно, конечно, благодарен. Потому что эта кругосветка, ну, она для меня мир перевернула во всех отношениях. То есть, в отношениях я увидел сотни, если не тысячи просто замечательных людей, которые сделали мою кругосветку. Она в итоге, ну, чтобы не вводить, да, в заблуждение читателя, чтобы там не оказываться в руном, да, каким-то. В итоге кругосветка пошла на донатах. Ну, я не был, я вообще не знал, как бы, что такое возможно. Вот это... Да я сейчас не знаю. Да, это инициировал другие люди. Да, так бы, я даже поначалу вообще этому сопротивлялся. Вот. Но в итоге, да, действительно, вся кругосветка прошла на донатах. И это была далеко не единственная помощь, которую мне оказывали люди по всему миру и русской комьюнити. Я все это делал через Фейсбук. То есть, не Ютуб, ничего. Просто Фейсбук. Онлайн вещание, да. Я... Мои подписчики сделали хэштег «Что там у Женька». Вот. Да, и могу сказать прямо вот откровенно, что именно люди стали для меня самым главным открытием, самым главным открытием, откровением, что я начал исповедовать, с точки зрения, что добра больше. Добра действительно больше. И люди живут по всему миру, как бы. Им не нужна не война, им не нужен ведь этот колхоз, да, вот. Это, ну, если там не брать какие-то там мегаполисы и так далее. Хотя в них же международные люди живут, большинство людей живут в удалении, да. Они абсолютно такие же простые люди, с такими же, собственно говоря, потребностями как у нас. Абсолютно общие человеческие потребности, да. Чтобы и сам был сыт, и семья была сыт, да. Чтобы крыша была над головой. Иногда эта крыша из фаниры бывает, да, как бы. И стены бывают из картона. Но это не мешает людям быть счастливыми, по-настоящему счастливыми, да, как бы. Они понятия не имеют, что такое, там, десятый айпон или пятнадцатый. Вот, они понятия не имеют, что такое, там, не знаю, мерседес за сто тысяч долларов. За сто тысяч долларов они, не знаю, весь свой род бы счастливые, либо на 20 поколений вперед. Они счастливы тем, что они имеют, да. И я научился быть счастливым тем, что у меня есть, там, бутылка воды, что у меня есть тапочки, шорты, футболка. Ты прожил еще один день, и мне знакомы это еще. Да, да, я совершенно, ты совершенно прав. Ты знаешь, кто-то из путешественников сказал, что у кругосветчика три жизни. До, во время и после. Я реально могу это подтвердить, потому что, вот вспоминая свой первый час, кругосветки, да, хотя я уже на тот момент, ну, обладал опытом путешествий, да, ну, это там не был каким-то опытом, но все-таки не мальчик, да, в этом деле был. И вот вспоминая свой первый час, и вспоминая свои последние минуты, кругосветки, это был уже пласткартный вагон, я подъезжал к Москве, вот. И я реально понимал, что я умираю. То есть умираю не вот никак, ну, не физически, а, ну, заканчивается жизнь. И причем, ты знаешь, это была очень приятная смерть. Ну, то есть это не было сожаления, это не было какой-то досады. Это, я принимал это с благодарностью, с почестью. Ну, то есть вот, да, я понимал, что просто дальше будет другой путь какой-то. Я там, ну, начну что-то другое. И в подтвердение просто этих постов, вот не поверишь, останавливается поезд, там, Казанский вокзал, открывается дверь вагона, и перед вагоном лежит накрытый труп. Понимаете, я поднимаю рюкзак. Резонанс. Да, и понимаю, что, да, вот я, то есть здесь этот путь закончился, да. Вот, ну, собственно говоря, это и сыграло вообще все. Вот, я, естественно, я общался с, во время путешествий своих, там, многолетних, с представителями, ну, очень многих конфессий религиозных, там, начиная, там, от тех, которые на слуху и заканчивая, там, очень-очень неординарными. Но, нигде я не видел, чтобы религия приносила пользу. И я считаю, что, чтобы приносить пользу людям религия, ну, надо быть просто человеком. Чтобы, ну, чтобы жить, чтобы быть нормальным человеком, просто надо быть нормальным человеком. Для этого не нужна религия, для этого даже уголовный кодекс. Просто, если ты хочешь быть нормальным человеком, если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были нормальные люди, так и быть нормальным человеком. Это мир, зеркало, по большому счету. Это мир, конечно, безусловно. И, причем, мир, ну, я сейчас имею в виду даже не саму планету, а вообще еще вот гораздо все более шире. Он очень, ну, это слово, там, толерантен, нет, наверное, даже не толерантен. Он очень добр, да, он, если ты хочешь с ним общаться, он будет общаться с тобой. Он будет тебя отмечать постоянно, то есть путешествие, как это называется, в состоянии потока. То есть, когда ты полностью отдаешься миру, я вот, позволь расскажу, вот именно вот о первых своих минутах. Я бы назвал это силой, да. Расскажи, конечно же. Потому что мы в основном о взаимодействии с миром. Мы оба, ты по-своему, я по-своему, мы рассказываем об одном и том же, я считаю. Конечно, а я же тебе говорю, мы с одной цель. Да, и все, помех никаких не существует. Мы, как бы, вот это вот, все это интервью о том, что помех не существует. Вот нужно Жене записать, он записывает в машине, просто поясню. Потому что дома дети, некоторое количество дети, это, конечно, классно, но это шумно. Поэтому, если тот, кто хочет, ищет возможности. Я объясняю, почему ты в машине, просто-напросто. А тот, кто не хочет, ищет причины, вот и все. И просто негде жить. Ну, это другой вопрос. Тем не менее, ты где-то живешь, и у тебя есть любимые дети там бегают, неважно. Да, ну, в общем, возвращаясь к путешествиям, меня вывезли 15 километров от кольцевой дороги московской и бросили, короче, напрыгнулся. Я стал стопить свою первую машину, 15 октября, шел дождь, было очень холодно, почти там к нулю. Я, в общем, три часа не останавливалась ни одна машина. И, ну, естественно, стали такие мысли в голове крутиться, что я делаю, как бы, нахрена вообще это, да. Я называл себя там всякими нехорошими эпитетами, вот. То есть, ну, я как блогер заявился об этом проекте. Я понимал, что если я, ну, по любой причине, как бы, если я откажусь от него, то это будет конец моей карьеры, да. А если я пойду дальше вперед, я понимал, что вероятность того, что мне очень скоро настанет кирдык, она очень велика, потому что я шел навстречу зиме. Точнее, я шел от зимы, но она все-таки шла быстрее, чем я. Вот, и я очень боялся попасть в Китай под зиму, но не суть. В общем, единственное решение, которое я смог тогда принять, стоп, эту машину, я говорю, окей, мир, давай, в общем, на бережку с тобой подпишем контрактик, да. Я, в общем, иду туда, куда ты показываешь, делаю все, что ты мне велишь делать, наслаждаюсь тобой, изучаю тебя, вот. И, в общем, всячески как бы этому никак не противодействую, да, взамен я хочу ничем не париться от слова совсем. Да, и мир мне говорит, окей, чувак, пусть будет так, мы с ним ставим подписи на контракт, и вот в течение минуты останавливается первая машина, и я ухожу на Рязань. Собственно говоря, и вот так вот началось. Началось. И всякий раз, когда, то есть в этом состоянии потока я пребывал месяцами, да, но бывали какие-то обстоятельства, когда меня выдергивало из этого состояния потока, и вот геморрой начинался только тогда. То есть в состоянии потока у меня никогда не было геморрой. Если даже что-то случалось, оно никогда не имело негативного развития. Оно к лучшему, оно направляло, да. Оно направляло. Птичка там, стрелка на светофоре, там пробитое колесо и то направляло, да. Ну, это я могу тысячу историй об этом рассказать. Я просто говорю это к тому, что мир, с ним можно разговаривать, с ним можно контактировать. Просто для этого нужно... Став частью силы, да, и позволив себе... Служение быть ему открытым, да, и он будет точно такой же открытый к тебе. Вот, собственно говоря, вот так и было. У тебя получилось так, да? Ни о чем не париться? Да, да, у меня так получилось, честно скажу. И я вообще не видел повода о чем-то париться. Я мог там... Я порядка 20 стран въезжал, у меня вообще ни копейки денег не было, слов, совсем. То есть в этих странах лучше с деньгами-то не въезжать. И ты знаешь, я вообще не думал о том, что у меня там кроссовок порвался, да, или там еще что-то. А о том, что, а, у меня денег нету, да, там, да, ну и ладно, что там, ну и подумаем о чем-то другом, да. Мне некогда было думать об этом. Я наслаждался миром, как бы, я наслаждался его... А он прекрасен во всех каком-то мире. Он прекрасен. И главное, и главное, мне кажется, красота это человек. Да, 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 таких как бы людей я встречал сотни, сотни, сотни тысяч, которые бывают. То есть абсолютно не имея денег, не имея виз, так называемых, которые нужны всем, не имея знаний о тех даже местах, куда ты шел? Ну, смотри, с визами как бы все гораздо проще. Мне нужна была по маршруту только одна виза, это Китай, я ее делаю заранее. Потом я хотел через Евросоюз, правда, вернуться, но оказалось, я не мог ее делать заранее в Евросоюз визу, потому что я не знал, насколько это растянется. Я не форсировал, я не гнал, то есть, ну, все шло как шло. Вот, поэтому я заранее стал делать Евросоюз, а когда хотел в Перу уже делать визу, мне сказали, сорян, чувак, только в России ты можешь ее сделать. И поэтому, в общем, я летел с Перу, перелетал через Барселону в Стамбул. Вот, в Стамбул уже по земле я добирался до России. Я перелетал только тогда, когда все пути были просто... Иначе никак, да? Да, значит, никак, даже у меня были моменты, когда я пытался переплыть Тихий океан, да, я пробовал, то есть, там, от яхтинга до коммерческих судов, до переговоров с пограничниками, да, там, но там просто изменилось законодательство, это стало, ну, вот это просто еще там пару лет до меня, как бы это было возможно прописаться на какое-то товарное судно, да, там просто изменилось законодательство, и сами пограничники вставали на мою сторону, они говорят, да мы бы, говорят, тебя бы сами посадили, но, говорят, не можем, как бы, потому что изменилось законодательство, вот. И только после этого, как бы, я летел, да, вот. Так что, ну, так-то так. Ну, у нас, на самом деле, если, ну, если по-серьезному сказать, то есть, за этот год, у меня там 327 дней путешествия это длилось, ну, с донатами мне пришло около 15 тысяч долларов, вот, донатами. Ну, это была капля в море, гораздо больше люди просто еще такой, как бы, помощи оказывали, меня селили, меня кормили, меня гуляли, развлекали, причем, ну, до скандала доходило, я говорю, люди, вы, что там, деньги печатаете, хватит тратить, они говорят, вообще, типа, от тебя вообще здесь никто не спрашивает. Сказали гулять, значит, гулять. Отличный пример поддержки мира и обратной связи, когда ты открыт, открыто к тебе. Женя, учитывая, что первый наш часовой разговор очень интересный, каким-то мистическим образом про... Давай прервемся, запишем то, что есть, закрепим, и вернемся ко второй части, ладно? Конечно, а я просто не помню, на чем мы там прервались. А, неважно, мы сейчас записываем по-новой, поэтому всем телезрителям дальше будет возможность решать, смотреть или нет, вторую, там, наверное, третью часть. А пока тем зрителям канала Цельнозор рекомендую смотреть влог Евгения, который мистическим и чудесным образом в состоянии потока, являясь частью силы, позволил силе использовать себя, но и сам использовал силу, и у него все получилось. Об очень интересных путешествиях Евгения, давайте мы поговорим во второй части. Евгений расскажет много чего интересного. Пока, на всякий случай, нужно то, что мы записываем, сохранится. Давай. Давай, добра. Сейчас я остановлю запись, и мы продолжим во второй части.